Музыка Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Юлия Иванова, научный сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуй, Юля! Здравствуйте, Юля! Ну вот, можно сказать, заканчивается сезон, да, и с наступлением лета дети уходят на каникулы, у нас отпуска, и большинство каких-то культурных объектов нашего города тоже свою деятельность несколько более умеренной делают. Что будет с Рязанским Кремлем? Вы также ходите на какие-то такие негласные каникулы? Нет, мы на каникулы не уходим никогда, и это лето тоже не будет исключением, потому что летом у нас всегда проводится несколько больших широкомасштабных мероприятий, в которых участвует и наш музей, и, конечно же, все горожане, которые остаются на летние каникулы в городе. И таким праздником, самым первым, который у нас планируется в первое воскресенье июля, это наш традиционный благотворительный праздник, летний день в Кремле. В этом году он будет 3 июля, начало его будет в 12 часов дня, будет торжественное открытие, и этот год у нас проходит под празднованием 240-летия Василия Михайловича Головнина. Праздник будет посвящен именно ему, это будет морская тематика. Прежде всего, всех посетителей ждут концерты, музыка будет целый день играть в Кремле, будет интерактивная площадка, которая будет называться «По морям, по волнам». То есть все желающие и дети, и взрослые смогут поиграть, погулять, поучаствовать в мастер-классах. То есть все то, что так любят наши горожане, вот на таких праздниках больших. Ну и еще плюсом у нас открыта выставка, посвященная Головнину, которая называется «Из той поры в морях твоя дорога». Ее тоже можно будет посетить. И самое интересное, наверное, будет проводиться конкурс. Но к этому конкурсу можно подготовиться заранее. Конкурс будет называться «Ты морячка, я моряк». Поэтому пусть все горожане озаботятся заранее, подумают над своими костюмами. То есть это костюм «Морская тематика». Если вы придете один, то пожалуйста, если с семьей, то еще лучше. Нужно будет зарегистрироваться и потом продефилировать в этом наряде, чтобы получить призы за первое, второе, третье место. Зарегистрироваться в тот же день? Да, в тот же день. Когда туда придешь? На вообще сценической площадке. Заранее только костюм? Да, заранее только подготовиться нужно будет. Юлия, если можно, несколько слов об истории вот этого праздника, летний день в Кремле. На протяжении какого времени он проводится и в связи с чем он был организован и зачем? Все жители Рязани очень хотят побывать вот на таких масштабных праздниках, да, и Кремль проводит их достаточно часто. Это и ночь музеев, да, и летний день, и праздник Старой Рязани, который будет у нас в августе. И в этот день открыты все двери для бесплатного посещения, поэтому горожан в эти дни бывает очень много. У нас и гости города активно посещают все мероприятия. Проводится он давно, он ежегодный, благотворительный, вот, и этот год тоже не станет исключением. А что касается выставочной деятельности музея, в течение лета планируется какие-то новые экспозиции открывать? Или все самое интересное при посете на осень? Нет, не все самое интересное. У нас буквально сегодня открывается выставка Петроглифа Хакасия. Предоставила нам эту выставку Хакасский Крывеческий национальный музей Милионида Козласова. Вот, и там будут представлены очень интересные работы. Это копии на скальной живописи. Вот, замечательная выставка, очень красивая. Вот, так что всем советую посетить. Она будет работать до начала августа. Вот, еще у нас будет одна выставка открыта под названием «Мусульмане в истории России». Она будет работать в Петроградском корпусе. И, кстати говоря, она будет последней, то есть замыкает цикл выставок именно в Петроградском корпусе, потому что этот корпус у нас осенью закрывается на реэкспозицию. И еще одна выставка будет в августе. Называться она будет «Былинная песня искусства». Представляет нам ее художник по израстцам, который возрождает эту традицию. Вадим Сташкевич, он у нас уже бывал в Рязанском Кремле, была его выставка. Ну вот, в этом году мы возобновляемся на наши отношения. Юль, а в Петроградском корпусе, помимо привозных выставок, ведь работает постоянная экспозиция? Да, по обычаю Дедову. Она стационарная экспозиция. Так что первый этаж у нас сейчас открыт, в честь второго этажа. Но так как памятник архитектуры требует уже реставрационного вмешательства. Пришло его время. Так что он будет закрываться на реставрацию. Ну, я так понимаю, тем, кто хотел бы познакомиться, в том числе и с постоянными экспозициями этого корпуса, нужно поторопиться? Обязательно. До конца лета нужно успеть. А что там нужно увидеть на этой экспозиции по обычаю Дедову? Это быт дворян 17 века. Там представлены боярские палаты, большой теплый синий, где раньше собирались гости за огромным долгоповым столом. Представлена горница, женская половина, то есть можно познакомиться именно с этим укладом жизни. На втором этаже у нас уже крестьянский быт, конца 19-го, начала 20-го века. Юра, ну вот если подвести небольшой итог, я понимаю, что закончился всего лишь учебный год, да, не лендарный, но, тем не менее, самое активное время для вас все-таки уже закончилось. Подводя итог, что было сделано, чем вы довольны, наоборот, недовольны, какие, не знаю, у вас успехи были? У нас за истекший период времени, то есть за это полугодие нового 2016 года, очень большая работа была проделана по выставочной деятельности, это во-первых. То есть у нас было открыто 8 выставок, 5 из них было привозных, 3 наши. Была проведена акция ежегодная, ночь в музее. В этом году она собрала более 3000 человек, прошли через наши залы. Кстати говоря, люди в этом году были очень сосредоточены и шли целенаправленно. С удовольствием общались и с сотрудниками музея, сами что-то рассматривали, то есть акция прошла замечательно. И к нам в этом году вернулся клад, который был найден на территории Старой Рязани в 2013 году, находился в Москве на реставрации. Наконец-то он был презентован широкой публике, и он находится на выставке, которая у нас проходит во дворце Олега. Золото-не золото, пока не было подмолото. Но вот и горожанам тоже стоит поторопиться, потому что она будет закрыта 15 июня. Так что, кто хочет ее посмотреть, вот несколько денечков у нас еще осталось. Помимо выставочной деятельности, ваш музей активно ведет научную работу, особенно отдел археологии. Насколько я понимаю, лето для них как раз такое достаточно горячее время, потому что идут раскопки. В каких точках этим летом будут производиться работы, и можно ли рязанцам поприсутствовать или даже поучаствовать? Да, археология это вообще отдельная тема в нашем музее, потому что в состав нашего музея-заповедника входят три городища. Это Глебово городище на территории Рудмирского района, на поле Волжской битвы. То есть там у нас проводится тоже ежегодная археологическая экспедиция. Самая масштабная, наверное, которая проводится очень давно, это Старая Рязанская археологическая экспедиция. В Спасском районе, в Теле, Старая Рязань. Вот туда может попасть любой желающий. Сейчас руководителем этой экспедиции является Игорь Юрьевич Стрекалов. И все желающие могут туда приехать не только на экскурсию, которую с удовольствием проведет археологи, но и смогут даже сами поучаствовать в археологических раскопках. И еще очень важно у нас на территории Кремля заложен новый раскоп. Жидный раскоп был закопан в прошлом году, потому что археологи дошли до материка. И заложили в конце прошлого года раскоп, который получил название Введенского. Располагается на улице Рабочих. И площадь его 200 квадратных метров. В прошлом году был убран строительный мусор с этой территории. Он был огорожен, и в этом году археологи в 20-х числах июня приступают к своей работе. Места ни разу не исследовалось, поэтому мы надеемся найти что-то очень интересное. И туда тоже можно будет попасть и на экскурсию. Вообще на этой территории находились когда-то жилые постройки. Была сторожевая Введенская башня, поэтому название своей получил Введенского раскопа. То есть скоро уже начинается сезон. Юля, вот если прослеживать какую-то тенденцию, за последние годы жители Рязани, гости города, стали больше интересоваться нашей историей, нашей культурой и, соответственно, посещать экспозиции музея? Да, больше. Может быть, потому что мы им даем такую возможность, еще жителям города и приезжим, прикоснуться к тому, что у нас осталось. И вот эти праздники способствуют тому, чтобы прийти, посмотреть, что-то потрогать. И народ как-то достал оккультуриваться. То есть интересуется очень живо историей нашего города. Ну что ж, я думаю, за это спасибо и вам в том числе. Мы желаем вам удачи и с удовольствием по присутствию на всех праздниках. А мы вас всегда ждем. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!